Всем привет, ребятки! И сегодня на моём канале будет новое видео, такого я ещё не снимала. Мы с Андреем сегодня купили друг другу... Сколько? 8 подарков. Да, мы не знаем, что мы купили друг другу. Но вещи должны быть полезными. Вещи, которые мы хотели, либо что-то от себя. Вот, и сейчас мы будем обмениваться этими подарочками. Так что присаживайтесь поудобнее, мне кажется, видео будет немножко длинным. Убейте что-то покушать. Я люблю покушать, когда я смотрю что-то. И начинаем. Кстати, перед тем, как начинать, обязательно подписывайтесь на наш... На наш канал, всё правильно. На мой канал. Ставьте лайки, ставьте колокольчики, подписывайтесь. И, друзья, совсем скоро здесь будут обзоры видеоигр на наш канал. А ещё подписывайтесь на наш инстаграм, особенно на мой, потому что с вами 24 на 7. И, кстати, смотрите это видео до конца, потому что вас будет также ждать небольшой подарочек от нас. Будет конкурс. И прежде чем снимать видео, я хочу сказать, что у нас случилось маленькое недопонимание. Марта всё в пакетики разложила, то есть у нас сразу... Отдельно. А Андрей сложил всё в бокс. То есть, ну так нельзя. Я буду выбирать... Либо я ей по очереди буду давать, она будет смотреть. Подарок первый буду дарить я. Потому что Андрею скоро днюха, и мне кажется, так будет лучше. Давай начнём с чего? С самого маленького, с самого маленького? Вот хочу с самого вот этого дальнего. Хорошо. Первый мой подарок Андрею. Это худи. О-о-о! Боже мой! На самом деле, Андрей сегодня увидел этого в автомобиле, поэтому для него это не сюрприз. Это худи к белым цветам из магазина Zara. У него, кстати, грязный, но это потом заметила. Ну, это фигня. Она сказала, что его можно постирать, он будет чистым. Кстати, у Андрея есть уже таких два, наверное, худи. Три. Бежевый, чёрный и... Всё, спасибо. Один из любимых магазинов Андрея это Zara. Я решила купить худи именно там, в белом цвете, потому что у него ещё такого нет. Следующий подарочек я сегодня утром купила в магазине Lush. У Андрея ещё такого не было, именно от Lush. Но я знаю, что он этим пользуется. Да, Марта дает мне свои маски. Это не маска. Смотри. И так, и так, и так. Крем для... Крем для бритья. Пахнет приятно, посмотрите. Называется Prince. А чем пахнет? Пахнет любовью. Не, серьёзно, чем? Просто кремом пахнет. Просто кремом для рук. Типа крем для рук. Мятный какой-то. Мятный. Это что? Оно будет классно увлажнять кожу, потому что у тебя вот эти от Nivea дешёвые. Дешёвые я покупаю самые дорогие. Но вот эта баночка стоит, как две твои самые дорогие. 40 гривен. Короче, мне кажется, это прикольно. Спасибо, Тим. Серьёзно, да, Андрей? Классно, дякую. Ты туда тряп? Та тряпу. Давай дальше. Это был первый магазин, в который я зашла, именно Lush. И я решила выбрать здесь какую-то продукцию, потому что лично мы с Андреем обожаем их бомбочки, масочки. И я нашла там то, что 100% понравится Андрею, а именно крем для бритья. Посмотрим, понравилось ему или нет. Расскажу об этом в инстаграме. Это два. Это уже два. Дальше. Ладно. Следующий подарочек я покупала в магазине Resort. Я не знаю, как правильно называется. Но я знаю, что эта штука будет полезна Андрею. Он это очень сильно хотел. И мне кажется, ну, короче, ему понравится. Итак, смотрим, смотрим, смотрим. Это белье. Это рождественское белье. Интересно, перед кем я буду им светить. Вот не хочу перед тобой, да? А размер мой? Да, L. S. 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 Кстати, мы можем вместо фона сзади. Первый. Это первый. Блин, прикольно. Второй. И третий. Спасибо тебе. Прикольно? Да. Если честно, мне кажется, они будут большие на меня. Да нет. Я толстый. Напишите в комментариях. Толстый ли я. Кстати, белье сдать обратно нельзя почему-то. Блин, я хотел все сдать обратно. Я спрашиваю, а я точно купила L-ка? Там точно L, а не XL. Он такой уже поздно, типа нельзя вернуть белье, даже если ты его только купила. Белья здесь было достаточно много, но все-таки мне больше всего понравились эти рождественские. Они прям смотрели на меня. И я подумала, что они классные. Пойдем под настроение, Андрей. Тем более праздничные. Мне кажется, тебе подойдет. Ну, прикольно. А какой тебе больше нравится? Красный. Твой любимый цвет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, поправился ли я. Мне кажется, ему так лучше. Давай дальше. Блин, у меня так прикольно все по пакетиках, а у меня все в одном полосе. Следующий подарочек. Так как Андрей очень сильно любит чай. Я ему купила чашку. Кстати, она не очень рождественская, потому что там других не было. Но я купила в прикольном цвете. Блин, прикольно. Насчет чашки я не догадался. Укажите. Вот такая вот. Кстати, на днях я разбил свою любимую тарелку. Тарелку я не нашла, но нашла чашку. Это было очень обидно. Вот такая вот. Вот глубина всех. Красивая? Да. Напишите в комментариях. Я просто очень сильно люблю определенные какие-то вещи. Ну, допустим, там чашку, тарелку. Я люблю все уютное и красивое. Для меня это очень важно. Тверь как? Да, очень уютный цвет. Мы еще белые. Да, буду пить отсюда чай в этих трусах. Все, отлично. Так как Андрей очень любит чай, я выбирала между вот этими чашками, между белой и синей, но все-таки больше всего мне понравилась синяя. Она огромная. И я думаю, Андрею точно будет приятно пить с нее чай. Следующий подарок очень смешной. Ты, наверное, не ожидала это увидеть. Но я знаю, что ты это любишь. Это бэйби бананы. Нет, это просто бананы. Они просто маленькие. Я не знала, что купить. Я купила бананы. Все, отлично. Ты напоминаешь. Мне так вкусно пахнут. Андрей любит безумно сильно бананы. И я подумала, что это будет классный подарок для него. А еще я встретила Виталика. И он помог мне снять немножко видео. Я встретила Виталика. Он мне помогает снимать. Но я уже заканчиваю выбирать подарки. Вот так вот. Еще один подарочек. Твой любимый конфет. О, конфет это отлично. Обожаю эти конфетки. Буду пить чай. Заедать бананами. И спасибо, Марта. И кушать эти конфетки. Спасибо. Еще мне в подарок дали такую вот штуку. Это не считается. Это не считается. Но это не штука. Это зайчик. Давай, у меня остались два подарка. Давай второй. Дальний. Большой. Большой или маленький? Большой. Точно. Ну, давай сначала маленький. Какой прикол? Я зашла в магазин. И на меня наорала продавщица в этом магазине. Но мне кажется, что Андрею это будет нужная вещь. Ты же знаешь, как я обожаю. У меня очень сильно сушатся руки. И я просто... Это крем для рук? С вкусом банана? Нет, они какие-то... Какой-то цитрусовый. Она мне... Ой. Он цитрусовый, но он подходит для парней, я спрашивала. Короче, она ко мне подошла, начала кричать на меня. Как я поняла, там нельзя снимать. Но мне что с этого? Кстати, за время того, как я снимал тоже, как я покупаю подарки, я за время съемки ни один из живых существ не пострадал. Только кроме охранника, с которым я поссорился. Три бутылки пива, которые я впервые в жизни разбил сельпо. И также я... Я не знаю как, но вот здесь какие-то магниты есть. И я заходил в каждый из магазинов, как будто что-то украл. Потом я в каждом из магазинов показывал вот чеки. И было очень интересно. Давайте смотреть дальше. Когда я зашла в этот магазин и начала снимать, на меня очень агрессивно смотрела женщина-консультант. И потом она ко мне подошла и также агрессивно говорила. Не знаю, с чем это связано. Я ничего плохого не делала. Тем более я совершила покупку. И она мне даже не хотела дать пакетик. Вот здесь она ко мне подошла, и я немного растерялась. Было неловко. Но все-таки я решила купить этот крем, потому что они здесь качественные. И последний подарочек. Я это купила в магазине Кроп. Это немножко будет связано с нами. С нашей традицией. Какой традицией? Носки? Блин. Симпсоны! Ты же не понял? Я не понял. Это Симпсоны, носки Симпсоны. Мой размер, надеюсь? Да. Тридцать, сорок третий, мне сорок третий. Ну, подойдешь. Да, мой. Короче, здесь носки с Симпсонами, Бартом, Кумером. Под трусы еще, блин. В магазине Кроп мы чаще всего покупаем носочки, потому что они там качественные, и цены более-менее нормальные. И я там нашла те самые идеальные носки с Симпсонами. Мы просто обожаем Симпсоны, всегда их смотрим, особенно когда кушаем. Вот. Надеюсь, Андрей будет в них ходить. Они очень классные. Смотрите, а ты только на арте пращище. Ну, подавишься. Ну, скажи. Ну, подивишься. Так, а сейчас... Так, а сейчас мы приступаем к подаркам Андрея. Я буду тебе тоже по одному не заставать. Давай. Второй подарок. Третий подарок. И четвертый подарок. Ну, короче, Андрей любит бананы, а я люблю мандаринки. Все, я все подарки подарил. Спасибо, до свидания. Можем выключить ее. Давай, это первый подарок. Давайте, все подарки. Тут больше подарок. Не, это так. Просто дополнение. А почему я хотел... Итак, первый подарок. Я знаю, что это очень важно для Марты, потому что я не до конца знаю, как оно называется. У меня закончилась мицеллярка, я ему сегодня это говорю. И она какая-то, типа, очень крутая. И вот я Марте купил мицеллярную воду. Кстати, очень крутая. Это синий. Му-у-у. Итак, что вы думаете? Я купил вот эту мицеллярную воду. Мицеллярная вода, наверное, правильно. И у нас же есть два подарочка. Надо еще шесть. Погнали искать. Подарок номер два. Видите, у меня все в боксике. Я же, типа, хотел, чтобы все было комплектом. Подарок номер два. А также сладкое. Маленький, скромный подарочек. Вот такой вот баночка нутеллы для Марты. Я, кстати, очень люблю эти сладости. Вот. Кстати, смотрите. Это как нутелла. И вот это тоже. Следующий подарок, чтобы Марте зимой было тепло. Я вот купил и такие крутые колготки. 40 ден, да? 50. 50, да. Отлично. Я очень люблю эти колготки. Мы уже как-то с Андреем покупали. Хочу сказать еще один момент, что это было очень смешно. Я впервые ходил по женским магазинам и выбирал. Повсюду стояли женщины с девочками, с детьми. И все на меня смотрели, типа, ты еще и снимаешь? Короче, классные колготки. Я на самом деле очень люблю колготки. Их ношу даже под джинсы какие-то. Насчет продолжения нашей маленькой традиции. Это набор вот таких вот очень уютных и крутых носков. Давай открою. Да. Мне кажется, отсюда лучше. Они мне очень понравились. Они очень уютные. Да, еб твою мать. Ой, да. А, кстати, я сегодня увидела Андрея в этом магазине. Я так и поняла, что он думает, что он мне покупает. Это такие вот носочки. Они очень мягкие, серьезно. Я люблю носочки. Да, у него что? Спасибо. Также, также, возвращаемся к теме сладкого. Да подожди, дай я покажу носочки. А, покажи, покажи. Есть такие серенькие. И вот такие. Какие, типа, больше нравятся? Мне больше нравятся вот эти. Мне тоже. Ну, еще вот эти классные. Возвращаясь к теме сладкого. Знаю, что Марта больше всего любит киндеры. Я купил ей киндеры. Спасибо. Игрушки, кстати, в киндерах в последнее время какие-то странные. Раньше было лучше. Спорим, что вот эти два киндера съест Андрей, а один я. Вам всегда есть свои киндеры. Осталось еще два подарка. Я, если честно, не знаю ничего лучшего, чем еда. Так что идем выбирать еду. Так, а вот это Марта. Я ей купил киндеры. А вот второй подарок еще не знаю, какой купить. Следующий важный момент. Это было очень сложно для меня, но я нашел. Увидел это у Марты в Инстаграме. И купил ей вот такую вот штуку для ее стрелок. Правильно? Ну, давайте посмотрим. Кстати, у меня закончился лайнер. В магазине сказали, что это хороший, качественный. Наверное... Ой, ну и блять. На спину. Я, кстати, пользуюсь лайнерами только от Мэйбеллин, если что. Вот так он выглядит. Так что, Мэйбеллин, я скину вам свою карточку, напишите мне в Инстаграме в директ. За рекламу. Всем спасибо. У меня, кстати, действительно закончился лайнер. Я пользовалась корейшами, что не очень удобно. Так что спасибо. Ну что, есть какой-то карандаш, который Марта хотела. Я просто так спрашивал у нее. И я его нашел. Только он чуточку другой. Ну, типа фирма та же самая, но сам карандаш, упаковка другая. Короче, будем покупать этот. Следующий момент... Сколько там еще осталось? Нормально. Следующий момент. Это тоже важный момент. Я узнал насчет этого у Марты мамы. Вот такая вот крутая тональная основа. Верно? Да, боже, боже. Оттенок мой? Да, твой. Да. Я уважаю эту тональную основу, кстати. Уважаешь или обожаешь? Обожаю. Это моя любимая сейчас тональная основа. Она очень крутая. Очень крутая. Там тетка была в шоке, когда я знал, за какой я иду. Я типа такой... Она тональная вот такая. Давайте я вам покажу, какая она внутри. Она... Единственный минус, потому что она очень быстро заканчивается. Я хотела ее, кстати, купить еще давно, когда были скидки. Но мне что-то стало жаль денег. У меня еще было дома немножечко. Я рада. Спасибо. Скажу так. Будет сложно, но я постараюсь найти, потому что у меня есть фотографии. Боже мой. Следующий момент. Будет предпоследний подарок. Но, скажем так, это самый ценный для меня. Мне очень... Мне больше всего это понравилось. Я вложил в этот подарок всю свою душу. Я его очень долго выбирал. Я сделал такой вот крутой набор трассов. Боже, они реально прикольные. Они типа вязаные? Я не знаю, но мне они очень понравились. Я бы тебе. Тройно крутые. Мне тоже спалось. Мне тоже. А что я ее все открываю? Ну, она не хочет. Я обожаю трусы. Я тебе честно. Как вы заметили, я тут. Я обожаю, когда мне дарят трусы. Они постоянно куда-то теряются. Так же, как и носки. Блин, качество очень крутое. Блин, реально. Они такие будто вязанные, знаешь? Я знаю. Я не знаю, можно ли показывать трусы на видео. Я знаю. Но они очень круто. Я думаю, можно. Они прям очень качественные. Очень. Боже. Так вот, как оно все выглядит. Моя бабушка говорила, если видно пол ноги, это уже преступление. Ай-яй-яй. Я, если честно, не знаю, какие покупать. Готовые? Либо вот такой комплект. Сложный выбор. Наверное, купил вот такой вот готовый. Типа там, три пары трусиков. И все. Нормально. Так. Вот Марти купил вот такой наборчик. И вот такие носочки. Надеюсь, ей понравится. Что вы скажете? И последний подарок. Ну как же без мандарина? Что мы в итоге купили? Я купил... Ну блин, как же без мандаринок? Это же зима. Также купил киндеры. Нутел. Так, давайте я все это упакую в этот боксик. Конечно же, у меня лучше, ребят. Бляха-муха. Сказать, что ситуация хреновая, ничего не сказать. Я вылил кока-колу в машине. И как ее оттуда достать, я понятия не имею. А когда она исчезает? Спасибо. Друзья, а все, кто хочет отправить нам подарки, я вам скину нашу новую почту. И можете нам отправлять, что угодно. Что угодно. Так что... Бартер работает. Мы закончили дарить наши подарки. Давай будем говорить, что нам больше всего понравилось. Что тебе больше всего понравилось? Мне больше всего понравилось... Ну, конечно же, это не бананы. Это трусы, если честно. Я не ожидал. Мне больше всего понравились трусы, наверное, как и тебе. Мне больше всего из твоих подарков понравились носочки с Симпсонами. И... И что, да? И вот эта штука. Мне очень интересно, чтобы ты ее попробовал и сказал твои ощущения. Я просто даже не думала, что в лаж есть что-то такое. Но мне кажется, она прикольная. Ну, короче, расскажешь, как тебе? Да, расскажу. В себя в Инстаграме. А вы приходите в Инстаграм. А мне из твоего понравились эти трусики. Они реально классные. Они очень-очень приятные. Прям очень. Ну, реально. Тональная основа. Метелярка. Сладости. Ну, короче, мне все нравится. Я люблю подарки. Андрей, класс. Обязательно пишите в комментариях, как вам такая вот рубрика. Делать ли я ее чаще. И напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам больше всего понравилось. Что подарил Андрей я и что подарил Андрей мне. Нам будет очень интересно почитать. И обязательно подписывайтесь на наши Инстаграмы, потому что там вся наша лайф-жизнь. И не только. Так что... И на этот канал. И давайте перейдем к конкурсу. Хотим кому-то из вас подарить Инстагс Мини 9 в любом цвете. И я выберу кого-то из вас, напишу. И мы вместе с вами выберем обалденный цвет, который вам больше всего нравится. Просто ставьте лайк на это видео. Пишите в комментариях свой ник в Инстаграме, чтобы я смогла вам написать. Обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Ну и для того, чтобы поддержать Андрея, подписывайтесь также на его Инстаграм. А это все. Обязательно участвуйте. Результаты будут уже через неделю в моем Инстаграме и вот здесь под видео в комментариях. Ну что, ребятки, это конец нашего видео. Мы надеемся, что вам было интересно. Не всегда ставьте свой пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Ребятки, подписывайтесь на наш канал. На мой канал. На наш канал. Пишите комментарии. В нашем канале. Да, всем спасибо за просмотр. Ставьте колокольчик на нашем канале. И комментируйте наш канал под нашим видео, друзья. Ведь через несколько дней будет следующая серия. Счастливы вместе. Каждый взгляд, каждый шаг. Твой душе в берегу. Твой голос в сердце моем. Звучит всегда, ведь никогда я тебя разлюбил. Я смогу и тебя любить всегда. Любим меня. И всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова